вот все было идеально и он начал подтормаживать но вроде ничего вроде отвис обратно я очень не хочу менять качество стоит час на авто если будут такие микро тормоза ничего страшного картинки тут прям качество важно он драган добрый вечер они будут именно на картинках ну ладно хорошо это не о теперь качество поменялось чуть-чуть ладно я верю верю давайте попробую вот такое качество оставить вроде ничего но вот интернет я не знаю честь не делать все погнали собрать работаем эй всем привет всем здорова всем доброго вечера ну что как ваши длинные выходные как вы все норм все супер на ваших экранах как всегда quiz please stream это онлайн версии интеллектуально развлекательной битвы в которую вы играете из любой точки мира где есть интернет узнал из тиктока зашел на твич начали смотреть последнюю трансляцию ухты это очень круто дмитрий круто супер круто и невероятно команды не только из других городов паскайдахвата добрый вечер артов мэднес добрый вечер госпожа танаша добрый вечер все прямо к началу стрима пришли сколько нас уже 65 человек остановитесь все откуда вы блин воскресенье вечер ну что вам занес что ли нечем во вторых ну это вообще просто невероятно сложное правило набирайте вкусностей заваривайте чаек у нас впереди семь увлекательных раундов будем вместе кайфовать и интеллектуально прокачиваться также не забывайте выкладывать фотки в соцсети с хэштегом quiz please stream на протяжении всей игры мы перейдем по хэштегу найдем лучшее самое яркое самое прикольное фото и автору этой фотке подарим классный приз в лототроне сегодня разыгрываем призы от нашего партнера онлайн кинотеатра кион розыгрыш будет доступен для участников из абсолютно любых городов отправим вам приз хоть на край света подробную информацию расскажем чуть попозже так сейчас заполнять бланки вот это очень важно в одном окне вот в этом стране ливора добрый вечер сегодня я заполняю бланки сегодня я заполняю бланки тут уж никуда не денешься и с вами в воскресенье вечером как раз таки время и появляется это прекрасно у меня уже не особо ты вечер но время есть так что я тоже с вами чувствуете что зависаете всегда вот эта кнопка прямой эфир в левом юра и все добрый вечер госпожа калавера кейт добрый вечер вижу ваше сообщение давайте на победку все госпожа катерина с нами а а а а а а ну типа нормально серёга здравствуйте вообще не знаю механику так что буду вместе с вами разбираться еще раз напомню что в первом раунде будет три картинки одна лишняя нужно ее будет назвать 30 секунд на обсуждение поэтому пожалуйста пишите номер вопроса на который вы отвечаете чтобы мы не перепутали вопросы есть небольшая задержка в любом случае если что обновляется twitch если видите что ваше сообщение очень долго доходит до вот этого вот чата значит задержка большая и господа те кто обожает вопросы и те кто не понимает про что эта игра дать я специальную тематическую игру квиз-плиз джипе если вы знаете что такое за шакаленная картинка я знаю 10 шакалов и 10 чем реально прозрачный фон где логика ваше любимое шоу на тв до аргументацию тоже пишите это очень важно если вы видите разницу между если уверены пишите сто процентов но если тут будут такие вопросы а теперь давайте проверим насколько хороша ваша логика и насмотренность и поаплодируем на название ваших команд казань москва бегемотики на месте все собрались так сейчас я подвинусь по центру камеры свиндерпати добрый вечер столько сегодня новых пользователей чата просто с ума сойти нижний новгород санкт-петербург а я не так часто смотрю свою игру поэтому я не буду но раунд кот мешки я знаю там же так мяу артём шевелёв и еще раз всем здорова привет казань привет москва привет нижний питер саратов вместе прямо сейчас зарубимся в шикарнейший квиз please jpeg stream я сейчас расскажу что конкретно произойдет а вы пока заранее так как это тематическая игра с картинками доставайте очки пододвигайте монитора или просто сами присаживайтесь к ним поближе нас ожидает 7 раундов сделаем перерывы после раундов под номером 3 и 6 после каждого раунда будем быстренько вам повторять вопросы везде кроме финального седьмого на наших играх на онлайн играх quiz please пользоваться apple watch'ами телефонами планшетами и другими электронными устройствами ничего не гуглим играем своими силами у нас тут много крутых игроков так что мы не меняйте название вашей команды справимся с первым местом без гугления и без яндексения если вдруг кто-то пользуется поисковиком яндекс чтобы точно нигде не запутаться форму с ответами можно отправить только перетон добрый вечер можете кликаться на нее сколько угодно раз но в зачет пойдет только первый раз принято да как только я говорю формы мы больше не принимаем она схлопнется самое сложное ешьте пейте классно проводите время фотографируйтесь и конечно выкладывайте ешьте пейте я буду только пить мы перейдем по нему найдем картинки так не загуглишь быстро да это очень крутая механика квиза где сильно меньше шансов на то что какие-то команды будут гуглить а мы знаем как это бывает в онлайн их quiz please и даже за шажами блин за шазами за шазами какое-то сложное слово за шазами нельзя да хотя есть вот эти гугл объектив и в целом можно у меня встроенный гугл объектив на телефоне победители и обладателей крутых призов но телефон спрятан ну он не спрятан он лежит вот с трансляцией онлайн вы набираете баллы и двигаетесь вперед стабили о рангах от 50 баллов нам еще не платят за интеграцию поэтому не буду про это называть а далее до 5000 баллов и ранга илон в маске и перчатках хочешь почувствовать себя и в ответе просто указать букву под которой она пишите номер букву и если будет аргументация будет вообще супер потому что чат тоже на это отреагирует громко кричу quiz а вы прям так чтоб все соседи слышали отвечайте мне please погнали первый раунд первый вопрос анатолий папанов так ну в одиночку папанов озвучивал до 1 карлсон озвучивал шерлок забыл фамилию но вы лучше меня знаете так значит карлсон лишний супер ливанов точно а он не в полосочку текстовая подсказка дерево так под березовик под осиновик и лисичка нет погодите ну да все правильно так второй в водяного тоже папанов озвучивал насколько мне кажется поэтому он и лишь поэтому лишний карлсон которого озвучивал ливанов вопрос номер три четное число давайте господа тут я уже бессилен лисичка лишняя так второй вы лишний да второй в а в первом а карлсон так кто знает модели айфонов а нужен нечетный то есть два четных один нечетный а и 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 это убедился давайте отправлять ну такая да это механика выносит чуть-чуть поехали да карлсон лисичка есть господин господа кикикей виски там входило в два напитка нужно тот которым нет виски это опероль так по-моему мы правильно ответили я вот не помню уже с айфоном а к швейцарии не ходят супер название написал да без названия не отправилась по аналду нету не ходит все вроде все правильно господа она правильно супер прямой эфир просто кликните перед тем как мы перейдем ко второму раунду который называется каламбуря тут шесть вопросов минута вам на обсуждение и в каждом вопросе будет картинка подпись которая является каламбуром эту подпись либо ее часть вам и нужно будет назвать за правильный ответ вы будете получать один балл и погнали второй раунд каламбуря квиз любите ребят лана пресчат я с вами каламбур нужно каламбур придумать 60 секунд на обсуждение вопрос на этой картинке из кабинета доносится фраза войдите кто там первый ну а что же мы скрыли на этой карте но яйцо очевидно простите что я это не даю вам поиграть ужас какая задержка обновляйте чат господа обновляйте twitch потому что потому что может быть еще с вашей стороны быть задержка не яйцо что было раньше курица или яйцо напишите кто кто что считает чат почему петуха не курица артов минус вы лихо отличаете петуха от курицы я у него да вот эта бородка наверное яйцо первое конечно тут без сомнений вот что значит интеллигентный образованный чат хорош хорош которые мы скрыли ну ладно хорош я надеюсь что это просто разогрев но тут именно калорий килокалорий не влезет калорий видите 66 букв примерно длина обращайте внимание на длину прямоугольника это подсказывает количество букв но прикольно мне нравится это очень забавно третий вопрос на этой картинке мы скрыли два банковских термина один из которых длиннее другого на три буквы напишите оба этих термина так это уже сложнее два банковских термина но там типа дебет кредит но это что-то не то нет это не то как что-то про то есть то есть этоorge калорий 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 к услугу слава наличник пытался вспомнить но чё-то это хорош очень круто господа вопрос номер четыре что именно собирает трактор так рыба это же рыба и семена рыбы с семенами блин это будем я не помню эту картинку суши точно точно хорош хороший джей да ну суши 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 хорош все чат врывается с правильными ответами так господа если видите что очень долго ваше сообщение доходит обновите на всякий случай интернет интернет трансляцию на твиче вот я уже это а собственно там роллы там роллы именно на картинке да там там именно роллы как раз они такими как стогами лежат закрученными роллы роллы и картинку помню просто вспомнил точнее да да пятый вопрос вы видите шуточный бренд конфет который отличается от названия известного бренда всего лишь одной буквой напишите название этого шуточного бренда утро сосновом бару а тут мешки мусора и вороны мешки мешки в лесу а но это же название конфет мешки в лесу а так мишки и мишки в лесу называется конфеты а картина называется утро сосновом бару все мешки на севере это другие там другой цвет белые мешки должны быть они на севере так мишка на севере он один до мишка на севере там белый медведь а это мишки из из картины шестой вопрос какое слово мы скрыли на картинке так ряженый и что-то большое тут букв 67 он стал уже он стал худея суженый что суженый ряженый хорош нифига себе вы суженый да тут тут видите тут влезает бог 767 где-то и как раз суженый отлично суженый ряженый блин офигеть вы крутые господа вы ух ух так наливаю водичку сейчас проверим ответы на вроде все четко я тоже про разряженного подумал коротко слишком яйцо калорий наличные безналичные банковских термина один из них длиннее другого на три буквы напишите оба этих термина роллы вопрос 5 это шуточный бренд конфет который отличается мешки в лесу до мишки в лесу называется конфета и суженый мишки на севере это другой там белые медведи нарисованы просто попробуй как-нибудь рахатовские мишки в лесу и мишку на севере мои любимые конфеты принято легко добрый вечер а там же на 6 картинке в остатке r есть суженый ряженый то есть ряженый и суженый ряженый формы мы больше не принимаем ну и правильные ответы на вопросы второго раунда погнали с первого тут-то яйцо вопрос под номером 2 калорий третий вопрос и тут наличные безналичные очень круто на одной картинке окон наличники а на второй картинке наличников нет четвертый это роллы да важно было выбрать роллы они суши господа пятый вопрос здесь мешки в лесу и наконец шестой суженый я одно я написал по-моему но это не важно прямой эфир пожалуйста нажмите пожалуйста кликните потому что суженый с одно им пишется а суженый в смысле суть с двумя им если я все правильно помню в разных русского языка три картинки здесь будет минута на обсуждение только три вопроса и задача назвать загаданное с помощью ассоциаций слово дополнительно на каждом слайде будет указано из какого количества букв это слово и даже одна из букв будет открыта целых два балла погнали приступаем третий раунд три картинки квиз наличники вот эта штука вокруг ока называется наличники соответственно наличные с наличниками безналичные без наличников первый вопрос назовите слово которое объединяет все три картинки это оба шапка что это за шапка треуголка наполеона да наполеон корсика на поле это есть наполеон наполеон а ватерло песня такая вот так вот нет ват ватерло не влезает наполеон а ватерло в смысле оба ага все господа но надо на 100 на 100 процентов брать этот кризь других результатов не принимают вас а а или вы там показать вопрос номер два назовите слово которое объединяет все три картинки а опор птица это не очень похоже на воробья хотя какой-то он он все какой-то слишком желтый воробей певица микрофон аша каша хорошо это певец так называются или как и по певице это поняли а гречка хорош а чё за птица птица овсянка круто круто слушайте какие у нас тут односторонние личности такие вещи знают диджей бутафор лихо лихо все птица овсянка круто да кашистый пара ага и третий вопрос назовите слово который объединяет все три картинки телеканал венецианский маскарад маски чё за картины не понимаю венеция ладно слушайте а почему с телеканалами венеция что это такое венецианский купец а каналы да 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 венец все точно все 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 точно я просто уточняю для себя да с каналами очень смешно но это классно классно придумано венецианский купец а кто нарисовал венецианского купца я не знаю я вас спрашиваю чисто для в образовательных целях а я забыл включить мать его youtube записи youtube просите три раунда сыграли все я увлекся приходите к нам поэтому на онлайн и нечего рассчитывать на запись это не венецианский похоже на венецианский не слушайте загуглить невозможно тут загуглить вообще никак так ну так венеция каши наполеон youtube сорян сорян увлеклись мы техническими штуками я забыл запись начать но ничего мы там сто процентов взяли первый вопрос и там наполеон а встреча а встреча можно скачать да реально все я просто скачаю тогда певица гречка птичка овсянка и топор из которого хорош господа ну и третий это венеция венецианский купец шекспира венеции много каналов а еще там с каналами классно а прямо сейчас у нас будет первый небольшой перерыв и очень важно да слушайте одна буква она как будто бы лишняя но смысле можно и без этого брать 10 минут перерыв но слушайте господа давайте сделаем перерывчик наливайте себе чайчик бусер в родике может что-нибудь даже посерьезнее давайте минуту перерыв я тоже отойду и в общем увидимся с вами скоро пока стул постримит он собирает диона 72 человека вонлайне нафигеть это все для стула что-то биткомбина футамару битс 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 чуть-чуть наверняка другая потому что такое сложно реализовать в онлайне открывать картинки по одной а буквы всегда одна открытого нифига вот это уже другое дело играет как в ким с подсказками одна картинка за один раз смотрите по гречке мы бы отгадали и покупцу наверно отгадали бы что так еще было а ну и наполеон там 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 же этот корсика была корсику я узнал корсика же да это было так можно оказывается скачивать свеча слушайте с ума сойти конечно предпочтительнее все-таки запись вот с компа как я делаю потому что она без тормозов вот но ничего страшного я может скачаю оттуда части подрежу и соединил два куска кого быть стулом когда все внимание на себя забирает кожаный я бы даже прикрываю полностью видите может быть слово с одной буквы это легко на третьем слове затупил куда слушать я я бы не ответил бы я вот папа маски венецианский маскарад этот узнал так у меня отставание от вича где-то 12 секунд трансляция я посмотрим так господа кто играет висплис как ваши успехи будете играть финале на следующем деле уже все вернул стримчик вот я обновил сейчас трансляцию твича у себя на телефоне у меня задержку уже 8 секунд всего так что господа если видите что ваше сообщение очень долго доходит просто обновлять трансляцию твича должно быть сильно лучше и когда канала я вообще шаш офигел а нет я люблю биатлон носу с его в это время перестал смотреть но раньше я прямо все там это покупка мира ну не знаю я его лет наверное десять смотрел сейчас уже отчетом смотреть но на олимпиаде всегда смотрю биатлон прямо вот ну и лыжные гонки тоже я люблю но чуть меньше биатлон все таки более азартный проходим финал в риге супер дача вам финале когда кстати в риге финал будет проводиться а мы финале прошла второе место взяли у себя в южном а в южном в южном а в южном сахалинске да господи так проходим финал 5 6 марта это у нас когда а это даже через полторы недели в москве финал 29 февраля в четверг в алматы 3 марта воскресенье этой же неделе еще точно даты нет а вот как нас финал это боль и куча нервов в уфе две топ команды мы и еще одна и каждый раз заруба существенно финал мне очень не нравится но не то что не нравится а механика другая и ты не успеваешь ее наиграть вот я два финала играл и в общем это совершенно другая игра кроссворды там эти в общем такое специфическая штука но на интересность она играл же к полуфинал как пакет мы играли полуфинал в пятницу пакет это разные сейчас начали очень неплохо так и миксовать пакеты поэтому все очень по-разному может быть мы должны были выигрывать первое место полуфинала но не узнали викторию петровна так кому виктория петровна в этом чате что-то говорит вот вы слышите виктория петровна и какая фамилия должна быть с викторией петровной блин сорян если я кому-то спойлерю все я не буду говорить что там это что к чему да это я что-то поспешил сорян сорян вот можете не писать отмена отмена а то еще может быть эти вопросы просто попадутся так все без комментариев без комментариев блин вот крис призуба надо бы как-то синхронизировать свои игры сорян господа реально я вот прямо я привык своими это делиться вопросами я забыл стоит полуфинал и я забыл что его еще не везде сыграли ладно это не так важно там будут вопросы и и более сложные но мы погорели именно на этом да ну какого хрена это это же не сложно реализовать там ну сливаются вопрос сливаются раунды они они сейчас перемешивают раунды то есть один город получают один набор раунда 2 город другой но все равно при желании это все можно воссоздать с учетом того какие там зарубы люди могут целенаправленно прямо искать ответы а те слышу что играет кп полуфинала и финала а у нас в кирве просто 122 пакет на следующих недель слушайте должен же быть финал бывает такое что нету полуфиналов и что там сразу топ команд проходит финал такой бывает вот ну как будто без финала не может быть так мы полгода вычислили читеров которые получали вопросы из питера блин ну что за позорище ну нахрена это делать прямо вот да разу и а вы играли летом казани в команде кабанчик пабло и агент на 7 до играл казань были в одной команде я вас узнала привет вам слушайте просто люди находят друг друга благодаря нашему стриму это прекрасно один здравствуйте риге без полуфинала топ-20 команд играет вместе играет подготовлены эту игру и подготовлены до вся романтика ну блин ну как-то прям совсем низко но слушайте это в первую очередь косяк квиз-плиза потому что ну мы должны быть у всех равные условия прям в один день все собрались сели отыграли либо делите на несколько дней да там зависит от часовых поясов но делайте разные пакеты какого хрена одни команды сливают ответы другим еще четыре раунда 7 раунда всего здесь как можно в квизах читерить просто команда вот например госпожа морская дохода в москве играет пакет который у меня будет дней через 10 она мне просто может сливать ответы вот все как бы без без каких-либо других идей просто вот ответ и пожалуйста вот такой пакет был госпожа елизабет маликова здравствуйте рад вас видеть рад что дошли до нас не рад что не ходили с нами в город сегодня но я уверен что когда-нибудь будет нам присоединиться а смысл а вот типа победа вот победа любой ценой но это прям вот ужас какой-то зачем сегодняшний квиз не катались ладно принято когда перестану ругать пишли знаешь контракт уже подписан слушайте буду ругать их даже с контрактом минута вам на обсуждение в каждом вопросе картинка из рекламы ваша задача назвать то что рекламируется за правильный ответ вновь один картинки из рекламы задача называть то что рекламируется покупала ответы из питера господи что это происходит вы видите части рекламных постеров назовите одним словом что рекламируется на этих постеров так они раз демонтируют стены там военные тут полицейские то есть все какие-то значит органы власти что рекламируется на этих постеров очиститель что за частите поясняйте господа это уже сложнее это уже сильно сложнее зубная щетка слушайте зубная щетка как будто бы неплохо двери зубная паста тюрьму снаружи да это кстати тюрьма это тюрьма слушать а ну по крайней мере решетки на на лед снимает но вот одно слово на одно слово господа этом рекламном плакате компания рено креативно рекламирует качественную ее назовите ее так это дракула едет компания рено то есть он камера до что ему не нужно смотреть в зеркало заднего вида да или нет или тонировка тонировка точно да тонировка давайте думать с этими чуваками которые стены разбирают да тонировка все значит там чуваки какие-то органы власти разбирают стену а на окнах висят решетки то есть это как будто тюрьма или это какая-то я не знаю давайте версии господа так мицеллярка косметика очиститель очиститель непонятно то есть что-то должно быть более конкретное скраб какой-то нет мне кажется это что что-то что-то другое дирол лачка рекламируется устройство для некого процесса назовите этот процесс одним словом так это комар а вот эти как сердце как это называется а там одним словом господа одним словом первом вопросе а здесь процесс дип- депиляция причем здесь комар как будто что-то там омоложение депиляция комара настолько кожа гладкая что комара кожа гладкая что не к чему зацепиться о слушайте это сложно так давайте сейчас этот ответим мы будем вопрос назовите специалиста возле офиса которого сделано это фото господи что это а это ортодонт как все господа устройство и от ортодонт именно давайте думать с там не устройство там процесс давайте думать с этими военными которые разбирают стену и там тюрьма почему они разбирают стену они кого-то освобождают хотя им нужно наоборот не освобождать там не устройство господа но потом перепроверим макияж косметика и одним словом еще обязательно одним словом двери английским словом услуги по обучению чему предлагают подобным рекламным постером так у него какие-то очки были загар теперь депиляция услуги по обучению чему дайвинг ну да да дайвинг для дайвинг да такие квадратные очки услуги по обучению по моему у дайверов именно такие очки прямо они вот квадратные двери хорошая версия на 1 типа они настолько прочно что надо будет долбить стену да коты боятся воды это тоже такой обыгрыш а коты боятся воды и их типа обучают нырять это это круче окна мне кажется что двери тогда ну давайте еще раз сейчас посмотрим будет проверка и 6 вопрос вы видите рекламу тренажерного зала со слоганом не обманывайте себя на постере мы скрыли некий предмет назовите этот предмет тремя словами так тест на беременность ладно тест на беременность так давайте я пока напишут двери но мне не очень нравится я не знаю давайте сейчас еще раз очень внимательно посмотрим и попробуем так двери тонировка депиляция ортодонт дайвинг тест на беременность не обманывать себя но это хорошо это хорошо я думал что это глава сначала да но это живот типа он такой это с пузом и типа беременный и поэтому не хочет спортзал ходить так все смотрим а теперь быстренько повторим вам вопросы четвертого раунда раунда рекламой так первые в это части рекламных постеров назовите одним словом что тут именно как будто двери не знаю на плакате компания рено креативно рекламирует качественную ее назовите не щелкает вообще на этом плакате рекламирует устройство для устройства процесс назовите процесс одним словом ортодонт дайвинг английским словом дайвинг да они рекламируют двери потому что приходится стену ломать типа очень-очень прочные двери поэтому приходится выламывать дверь только такая логика и попроще сломать стену чем дверь да по моему прикольно так еще раз проверю а так двери тренировка ортодон ладно все верю в двери не очень щелкает но как будто прикольно давайте разбираться с рекламным креативом и так первый вопрос тут 2 рожь рожь ух такие надежные двери что проще сломать стену вопрос 2 это тренировка огонь такая крутая что даже вампир может спокойно ездить на автомобиле вопрос третий это эпиляция или бритье а депиляция но депиляция эпиляция тоже одно и то же должно быть да это ортодонт давайте без это я семена не засчитает я буду драться и шестой на беременность все но все должно быть правильно потому что ортодонт это еще более круто потому что это узкий специалист я написал эпиляции или депиляция напомните и по 30 секунд на каждый вопрос за правильный ответ будете получать полбала но за все 12 вопросов и категории еще дополнительный один фильмы книги песня сейчас песни будут пляс написали но нет собственно я думаю что это синонимично в данном и сначала песни вопрос номер один назовите исполнителей строчку из песни которых мы зашифровали этими картинками исполнителей строчку из песни которых мы зашифровали с помощью этих картинок я не понимаю здесь так облака вата да 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 и лжей тут господи а кто кто второй там веду все исполнителей а все группу строчка из песни которые мы зашифровали этими картинками я устал нет а это агат кристи агата кристи я устал окончен бой беру портрей иду домой все так третий вопрос назовите исполнителя строчку из песни которого мы загадали этими картинками так белый мотылёк огонь и танцоры какие-то меладзе самбо белого мотылька понятно самбо белого мотылька у открытого огонька ульяна добр здравствуйте ворвались правильным ответом и четвертый назовите группу строчку из песни которые мы зашифровали с помощью этих картинок так пепел губы огонь глаза и он уходит от нее и ползала останусь пеплом на глазах это кто поет господи город 312 нет а гордый 12 все так валерий миладзе валерий так город далее книги вопрос литературное произведение вышедшее в 1920 году название которого мы зашифровали с помощью этих картинок на пропасти воржей что это не пойму чувак нет чувак идет по линии литературное произведение на строчку на настройку надо писать хождение по мукам так господа на пора хождение по мукам хорошо хождение по мукам но я не уверен что это правильно хождение по мукам так а где нужно было строчку написать 6 вопрос назовите литературное произведение вышедшее в 1957 году название которого мы зашифровали этими картинками атлант распространяется прекрасно это прекрасно где пепел на губах на повторе гляньте седьмой вопрос назовите литературное произведение вышедшее в 1898 году название которого мы зашифровали этими картинками человек футлярия гоголь ух абсурдный по набокову так погодите это гоголь какой-то гоголь так все я позорюсь господа кто написал человек футлярии не гоголь точно не гоголь чехов вот и восьмой назовите литературное произведение 1937 года название которого мы зашифровали этими картинками точно надо было группу назад пишет улыбка спасибо сдержанный до смерть на мили офигеть я не знаю такого произведения так большие буквы ну вы господа крутые крутые и категория фильмы вопрос под номером 9 назовите фильм вышедший в 2011 году название которого мы зашифровали этими картинками так беларусь какая-то ночь белорусские ночи я не знаю я не знаю что это за фильм белорусский это про парова области тьмы области тьмы это она слушайте вы лютые господа нет 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 тут тьма и области белорусские десятый назовите фильм вышедший в 2001 году название которого мы зашифровали этими картинками дневник бриджет джонс дневник бриджет джонс дневник бриджет джонс дневник бриджет области белоруссия и тьма так господа если чувствуете большую задержку обновляйте твич одиннадцатый назовите фильм премьера которого состоялось в 2001 году название которого мы зашифровали этими картинками так тут все на свете игры вообще любые игры и чувак думает размышляет игры разума хорош крутяк крутяк сервис 2 человеком онлайн мне показывают да вы крутые господа и двенадцатый назовите телевизионный фильм вышедший в 1979 году название которого мы зашифровали с помощью этих картинок так там собака какая-то и место указывают договор какой-то рукопожатия измены какая-то и человека нет если что-то очень сложно место встречи изменить нельзя место встречи изменить нельзя все проверяем теперь быстренько повторяем вопросы пятого раунда сначала у нас были песни первой назовите ЛДФ и ДУК исполнителей группа Валерия Меладзе группу тоже да везде группу строчку которую зашифровали все правильно рождение по мукам название которое мы загадали Атланта расправил плечи это просто моя любимая просто человек в тяре 898 бездержанный Чехов и книга Смерть на Ниле спорили обновите твич у вас чуть-чуть запаздывает трансляция просто обновите трансляцию так области тьмы дневник Бридж Джонс одиннадцатый фильм Тигры разума и место встречи изменить нельзя ну все отправляем так 6 вопросов по 60 секунд обсуждение каждого мы покажем вам две картинки нужно понять что или кто на фото объединить последние три буквы первого изображения и три первые буквы второго последние у первого три у второго начальные у второго все ответы из шести букв разбираться с фильмами книгами и песнями я не знаю будет ли так давайте проверим ну тут все правильно элджей фидук а а все григорий но у скворли может и трансляцию затронашивать вот я не знаю в шестом раунде должны ли три буквы три последние буквы первого слова и первые три буквы второго слова складываться какое-то общее слово скажите должно ли быть нормальное слово в последнем ну в итоговом ответе или это просто набор букв просто набор букв а общее слово общее слово все спасибо я не шарю за механку и пятый вопрос тут хождение по мукам хорош вопрос номер шесть они замазали название атлант седьмой вопрос человек в путле вопрос номер восемь смерть на ниле это другая гадка кристи и фильмы девятый это хорош это очень хорош тоже десятый дневник бриджит джонс то есть тут буквально каждое слово просто загадана картинкой игры разума и двенадцатый место встречи изменить нельзя ага все общее слово борода супер пожалуйста нажимайте хотя бы разочек бегемотики он называется микс тут шесть вопросов минута на обсуждение мы вам показываем две картинки ваша задача понять что или кто на фото и объединить последние три буквы первого изображения и три первые буквы второго все ответы то есть таким образом будут состоять из шести букв за правильные ответы будете получать один балл все поехали шестой раунд микс квиз плиз ну тут вам в качестве примера как это будет выглядеть такие вот две картинки и вам нужно написать ответ бойкот то есть ахахах все я понял это было не то так это пипи дастер и чикаго буллс дастер да с т р баскетбол чикаго буллс чикаго пончик это помпон пардон это помпон пончик все все подумал про пипи дастер это же другая херня это такая да все да да я тоже это газонул раньше времени надеюсь за бойкот нам тоже дадут баллов пипи 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 вопрос номер два так граммофон фон так это рыцарь меч доспехи фонари фонарь а что что за арь это что такое что 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 за арь ария а что такое ария кто это это имя это город а я не смотрел царям все я не смотрел когда-нибудь я это сделаю но не в этот раз я за свою жизнь это пять сериалов посмотрел и и и и и и третий вопрос так метро про это не сам и не сам пас finder и стрел теннис а что почему тен метрополитен рожь это круто это круто будет время обсудим какие сериалы смотрел поехали собрались вопрос номер 4 физкультурники эти чуваки называются как эта картина сейчас морская доход точно она точно знает как называется вот эти идол идол дол нет что-то блин я не могу сообразить так у них времени идет стукан так слово кан кан шайдиога должно быть кан кан как называется это малевич уже да что что за картина кандинский все кандинский точно так это щавель и шпинат натура натура равнение а так кандинский и стукан кан и кандинский кан это картина малевича спортсмены картина малевич так конс окон мал а почему канала а вы это что и авангард ухты фига вопрос номер 6 так диван ван и далматинец собака пес ван а далматинец да вандал все вандал хорош сушки да сушки с этим с авангардом петро вот морская доход и я ждал когда вы напишите тут уже писали что картина малевич но я ждал от вас цент вандал да я сегодня в другом все так проверяем вроде все четко никто же таймер не идет до 5 но это это не тормозит трансляция все четко и и быстренько повторяем вам вопросы шестого раунда раунда кончик первый вопрос второй граммофон ария метрополитен nissan стукан авангард шпинат уравнения и диван далматинец а теперь отправляйте нам формы как можно быстрее давать все я отправляю ведь у вас всего 10 секунд 9 секунд 8 секунд 6 секунд 5 секунд 4 секунды 3 секунды 2 секунды так сейчас будет перерыв и финальный раунд формы мы больше не принимаем а ну и разбираемся с правильными ответами давайте поехали раунд микс первый вопрос здесь пончик помпон плюс chicago bulls вопрос по номером два это фонаре граммофон и ария третий теннис метрополитен и ниссан четвертый канава очень круто да 5 натура пинат и уравнение ну и наконец шестой вопрос вандал ну супер сейчас мы с вами распланируем последний раунд еще раз снова некоторое время сайт будет недоступен не пугайтесь потом все обязательно заработает все небольшой перерыв а потом уже финальный кстати седьмой раунд ok значит 12 вопросов по 30 секунд 30 секунд очень мало я вас во первых призываю обновить трансляцию твича чтобы сократить задержку во вторых писать номер вопроса и ответ возможно даже его пояснять как-то мы еще по два раза повторим все форматы вопросов которые были сегодня то есть каждый формат вопрос в которым он сыграли они по два раза повторяют окей вопрос и не повторяются я повторяется механикам опрос и не повторяются а каждый вопрос можно сделать ставку после каждого вопросы есть дополнительное поле выберите значение ваши став есть ответ правильный плюс один из нет по минус так проставляя везде плюс один борюсь страдаю умираю на выбор нет сейчас я везде везде проставлю каком и месте но я думаю что на первом у нас все должно быть правильно сейчас я посмотрю результаты они сказали что сайт у них упадет почему он сейчас не будет работать какое-то время но обновим потом результаты гемотики так сушки она это после первого раунда только 18 было у всех по трех команд это сколько как-то всего 4040 мест но тут есть совпадающие но как будто команд 80 до максимум значит игра супер но только если не до раунд repeat 70 человека офигеть я офигевая миссия милис вода морская дохода спасибо что вообще господа нет плохая не стоит но слушайте кстати на самом деле клевая идея вообще не смотреть наше место и потом уже по факту давайте так и сделаем все закрыли забыли играем на сто процентов но единственное на могут что-то не засчитать но это поспорим позже но слушайте ортодонт и стоматолог ну как бы камон эпиляции депиляции ну вообще вот в остальном вроде и нечего оспаривать так еще раз проверю значит а будет вопрос на угадывание точно цифры какого-нибудь факт нет 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 а это формат jpeg все вопросы формате картинок это тематическая игра так эпиляция депиляции пилят депиляции пиляции тут вообще и там это многие гладкие вот ортодонт это еще более точный ответ потому что ортодонт брекеты стоматолог ну чуть-чуть цифры не смогут погуглить это хорошо так плюс один 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 все сколько цветов на джипеге да количество пикселей угадайте это прикольно но по большому счету не сложно если только фигура не не квадратная да скажем так точно господин Евгений именно так играем так как должны сыграть а таблица уже делал 10 мы же здесь не за победой но я за победу если честно но в первую очередь за хорошее настроение вот для меня совершенно новый формат но его прикольный весьма живенький вот вам тоже что нравится так 68 человек в онлайне так господа нажмите кнопку отслеживать на твиче прямо вот где-то вот ниже вот этого всего экрана есть кнопка отслеживать это подписка на твиче нажмите ее пожалуйста мне будет очень приятно также подписывайтесь на нас в телеграме канал жужели лайк там все анонсы там все обсуждения игр там контент про наши стримы и в общем все там подпишитесь на инстаграм youtube и тик ток везде одинаково жужели то есть везде жужели кроме леги где жужели лайк вот ну и подпишитесь на twitch кнопка отслеживать с подписка на твиче вот в том понимании который мы не знаем это кнопка отслеживать а подписка на твиче это уже платная какая-то штука вот ее можно не нажимать вот просто нажмите отслеживать один раз был вопрос угадать количество орехов которые дворят сникерс 16 16 бобов арахиса я не играл этот вопрос в этом формате просто я помню что был вопрос про 16 бобов арахиса в сникерсе в оригинальном рецепте все господа собрались сейчас самый главный раунд опишите обязательно номер вопроса 30 секунд на обсуждение и обновите трансляцию твича чтобы у вас было прямо минимальная задержка вот я сейчас обновил на телефоне у меня задержка 7 секунд что прям вполне себе годно все сейчас будем показывать орехов в сникерсе нет ну что давай давай я уже это жажду жажду проверяйте что я пишу проверяйте пожалуйста поставил ли я ставку сделаю чуть-чуть чтобы сразу ставка была видна пишите номер вопроса есть сникерс из на орех все тут туда не поспоришь а еще был сникерс семечками но я по-моему ни разу не провел давно не ем такое григорий уважаю я регулярно покупаю мяско вася но да да я покупаю в горы там надо колой и так в жизни не покупаю колу вообще никогда только когда знаете комбо с каких-нибудь блюдами то что на не там может сами не спешат ну ладно в общем перерыв продолжается команду должен был написать да написал пасибий гений это тоже важно потому что это лишняя нервотрепка и лишние какие-то не верю что мы взяли 100 сантиметров ну а то что 25 команд отвечает правильный ответ до запятой гибели ну а вот знаете как можно забернуть вопрос про депиляцию там спрашивали типа про а устройство на устройство для депиляции это может быть вот этот вот лазер который там же ну типа подразумевалась бритвы и эпиляция а у нас лазер и депиляция у меня уже но часов 19 минут до но скоро буквально через три дня у меня на час ближе к московскому времени станет навсегда вот так что будет удобнее с вами играть еще удобнее хотя бы квест-плиз холм да там всего четыре раунда вот я кстати хотел спросить а когда будет новый сезон человека как раз по поводу вашего предложения евгений в онлайн его посмотреть вместе нам всем о все вернулись и снова квиз при стрим на ваших экранах тематической игрок не часовой писать пояса меняют остался прямой эфир пожалуйста кликнуть во всем казахстане делать единый часовой пояс западно-казахстанскому времени седьмой раунд который называется 6 в одном тут будет 12 вопросов 30 секунд вам на ответ и и в этом раунде вы можете сделать ставка спасибо за то что пошли навстречу в нашем стриме которые сегодня были как уже говорил да здесь вы можете на каждый свой ответ сделать ставку ставку плюс один если ответить со ставкой верно то получите два балла но имейте ввиду минус один балл помните что ставку делать не обязательно в этом раунде вопросы не будут повторяться это тоже очень важно так что будьте в нем без повторов если что докручивать будем вспоминаю поэтому формулировки тоже запоминаем но формулировки визуальные итак первый вопрос выберите лишняя подсказка шайба коньки и какая-то херня в лишняя убираем лишняя плюс один все вопрос 2 а горчичник это горчичник я не узнал вопрос 2 на этой картинке мы скрыли одно напуганное парнокопытное животное назовите это животное а кто птиц боится парнокопытное животное или вспышки боится свинья а все хорошо энгри бёрд спасибо за пояснение госпожа морская дохота до свиньям мимоза шуба селедка я не знаю что вот салат салат успеть цезарь все салат так ставки я уже везде поставил третий салат все так проверю еще раз значит в там последний я уже забыл что там было а горчичник это про футбол свинья плюс один салат плюс один рекламного плаката компании панасоник на нем винсент ван гог смазывает клеем ну ладно смешно это на самом деле смешно с точки зрения рекламы но ситуация страшная надпись смешная ситуация страшная да ухо так плюс один ухо плюс один салат плюс один свинья в плюс один горчичник так пятый вопрос реклам наушников да вопрос номер пять назовите исполнителя строчку из песни которого мы зашифровали с помощью этих картинок так зима лето это фигуры изо льда то есть тут каждая картина что картинка слова зима там я не знаю фьорды остров норвегия исполнителя нужно нужен именно исполнитель пальма что за страна это сингапур и индонезия по-моему зима губен зима холода губен короче да губен все или что изображено на картинках и назовите слово объединив три последние буквы левой картинки и три первые буквы правой картинки штопор пор нет не губен зима холода одинокие дома моря города все как будто изо льда да все это но на а рода так а вода это что о да это это девушка как ты ее зовут о рода губен 100 пациентов все глубина взяли а что за о да одаренную это фильм какой-то я не шарю лишняя подсказка илон маск ну ладно это тоже несложно фильм одаренная говорят хорош господа так давайте я проверю значит порода губен ок амазона без осуда twitter не признаем x только twitter все в плюс 1 восьмой вопрос какие два слова начинающиеся на одну и ту же букву мы скрыли на этом плакате на одну и ту же еду постоянно переводит еду переводит продукты переводит продукты так плюс один девятый вопрос назовите слово которое объединяет все три картинки так финляндия осетр береза слово которое объединяет буква д посередине водка белуга да это белуга не пью и вам не советую водка водка плюс 1 10 вопрос перед вами вывеска заведения специализирующегося он только на одном виде продукции выпекаемые из теста назовите скрытые нами три буквы если известно что ими также обозначают известную компьютерную игру на бабле тут должно быть что за вов что что за компьютерная игра известная так нет ва вауфли вауфли должно быть зовите скрытые нами три буквы да да все так вауфли это как вау и вов игра ага одиннадцатый вопрос назовите фильм вышедший в 1991 году название которого мы зашифровали с помощью этих да вопросы как будто местами очень сложные хотя но есть некто там чуть-чуть вопросов с подковырочкой вот например с вауфли да там именно три буквы и в общем-то игра и финальный вопрос игры поймите кто или что изображено на картинках и назовите слово объединив три последние буквы левой картинки и три первые буквы правой картинке так это бал баб никита литвинков борщ с капустой на не красный это бал баб баб бабник бабник все 145 Identity школа 112 т donuts продукты водка и вов вафля и молчание ягнят и бабник бабы и никита литинков не помню что тут было за вы но что-то мы там точно правильно отвечали главными никуда а илон маск точно ага все амазон хорошая память у вас у меня не такая господа я вот просто здесь и сейчас кто никогда не пробовал на себе горчичники поставьте минус в чате третий салат мимоза и шуба четвертый здесь ухо дмитрий вы счастливый человек вопрос по номер пять одинокие дома моря города все как будто изо льда андрей губин да селёдкой пошел бы и да шестой вопрос порода топор и одарён вопрос номер 7 здесь в маска тесла у маска twitter он же x и амазона владеет вопрос восьмой переводит продукты что господа это должно быть стопроцентное попадание белая березка белуга и финляндия вопрос под номером 10 здесь вов он же world of warcraft ну а здесь видимо заведение называется вауфли и одиннадцатый вопрос молчание ягнят и наконец двенадцатый бабник но господа хорош 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 но несложно весело прикольные вопросики с атлант расправил печи это вообще просто мой ван лав надо его нарезать тоже но блин будет смешно же на 20 секунд будет нарезочка но все равно 15 минут до конца перерыва зачем вы это делаете господа нет я только за так давайте сделаем короткий перерыв и встретимся через пару минут и не слушайте никита литвинкова это это база понимаете я думал что сложнее будет с борщом там капусты на не красный этот и все сквист нет слушайте тут совершенно другой формат это тематический тематическая игра такого вот очень развлекательного но прикольно просто прикольно вот они легкие но тут и не знаю мне кажется что я один бы но наполовину будут точно бы ответить не слушайте смерть над милом я вообще такое произведение не знаю там были некоторые вопросы как будто вот прямо или вот там с фильмом одаренный я не знаю такого фильма я бы никогда бы не ответил вот так что именно вот эти вопросы и будут решать кто победил господа полторы минутки перерыв и я вернусь к вам стул пока стримит на 63 человека евгений у меня будет плюс 2 кмск то есть будет сейчас плюс 3 будет плюс 2 будет удобнее и это и и и и Продолжение следует... 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 захват окна пока так подогнули 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 так но и сделаю шрифт покрупнее 25 у давайте 20 а значит уж какое-то слово тут нужно заменить в этом вопросе давайте вот может кауш и заменили слова диджей батафор играть спортивный чеки когда правильная кошку шерка какая-то ну да как этот типа куча как диван так каш фигурирует фразе с ошибкой ковш который появилась из-за схожести животного разница ковш если меняется медведица можно в реально ковш был так уж эта замена ага к фигурирует фразе с ошибкой которая появилась из-за похожести животного на что на ковш на ковш а что за фраза с ошибкой блин ну типа ответ ковш да похоже а нет а похожести животного на что на созвездия так нет это погодите господи как будто как-то надо значит ковш фигурирует фразе с ошибкой которая появилась из-за похожести животного на ковш короче ответ ковш должен я я я не могу понять что здесь нужно ответить вот я читаю этот вопрос и меня плавит какой здесь ответ нужно написать ковш на ковш Вот я не понимаю, как ответить на этот вопрос. Переставьте буквы. Ковш. Написали ковш. Да, но нужно ответить на вопрос на что. То есть ковш фигурирует в фразе с ошибкой, которая появилась из-за похожести животного на что? На что медведь похож? Да. На что похоже животное? На что похож медведь? На тучку? Ушко. Так. Это наши права. Ушко. Так. Ковш фигурирует в фразе с ошибкой, которая появилась из-за похожести животного на ушко. Так. Поясните мне, почему ушко – это правильный ответ. Как он сюда ложится? Я не понимаю. Я вот жарахвал ушко отвечу. Как это? Причем здесь ушко? Поясните мне, господа. Я все, я верблюд. Типа верблюд пролезет в угольное ушко. Ковш – другое название. Если буквы менять в ковш. А, ушко. Ушко фигурирует в фразе с ошибкой, которая появилась из-за похожести животного. А как верблюд похож на ушко? Так. Ушко фигурирует в фразе с ошибкой, которая появилась из-за похожести животного. На что похож животный верблюд? Ох. Не на ушко. А на что похож верблюд? Ответ, на что похож верблюд? А на что похож верблюд? Плеща верблюд? Противогольная ушко. Ну да. ответ короче на что похож верблюд вот на что похож верблюд я не знаю скорлит нитка ошибка перевода да заберите свое очко до канат ставим рубля чая было попроще это точно евгений rg канат так ответ на канат комментарий кож заменяет слово ушко кож каплевидное приспособление для канатов и анаграмма слова ушко фразу удобнее блюд пройти сквозь угольного ушко нежели богатому войти в царство божие и город зенков отмечает что при переводе на древнегреческое арамейское слова гамла было искажено изначально непониманием сути слов иисуса христа при одинаковом их звучание верблюд и канат джей бутафор а где выиграет вопрос о всякой связь поехал но я я не знаю вот это какой-то мрак кстати блин наверное не везде есть есть виз enigma говорят что там вопросы очень похожи на спортивные чпк и вот я думаю или на эту enigma quiz вот такие вопросы меня честно говоря просто деморализует до конца непонятно чего вообще от тебя хотят вообще просто разрыв я играл enigma раз 20 как вам господин эрджей там такого формата вопрос или как-то хоть более заданный по где мы заменили бету на альфу и в вопросе допущена ошибка в икс а ну и вот они почти уже итоги сегодняшнего квиз-плиз стрим джипег вот они мы вернулись для того чтобы для начала сказать вам о том что ну уже же корпоративы вот шест там норм те самые зимне-весенние гендерные праздники эрджей а вы из какого города где вы играете в enigma праздники совмещают да и 8 марта впереди так кто из москвы во вторник наши бегемотики московские играют в квиз напишите мне в телеге я вас соединю с госпожой морской доход и и вы пойдете играть квиз-плиз а не в квиз-плиз какой-то другой квиз в сквиз скорее всего да бывает гроб но в целом берутся пятые вопросы в каждой категории а сейчас лототрон узнаем имена нескольких счастливчиков да госпожа морской доход но в случае чего можно найти всегда какой-нибудь свободный квиз а сейчас все-таки если не какие-то самые раскрученные франшизы там всегда что-нибудь это номер 50 так все я закрываю круто ходите там на квиз-плиз там же много да довольно таки франшиз таких известных нам скажем так под номером 38 я не предлагаю вам участвовать в лототроне потому что когда туда придет 70 человек со стрима они а теперь 13 место и проходки на следующую игру команде я видел пару раз классно спасибо что пришли к нам ядские пингвины и виталики ха-ха-ха блин это угарное название красавчик ну и тройка призеров третье место бронза уходит команде сердце замерло ха-ха-ха тоже очень крутое название просто вообще молодцы ну что господа верю нас сто процентов правильных ответов ребята которым ну вот столько реально не хватило до победы их команда называется вишневый пирог так у нас должно быть я не знаю сколько там баллов но сто процентов баллов ну и победители игры первое место команда которая вообще всех сегодня разнесла и это команда объем ух ха-ха хорош хорош господа ну ну вы крутые вы крутые просто капитальные капитальные красавеллы капитальные красавеллы найдете там обязательно строчку да поезд не переплюнет согласен Ну а мы ждем вас снова здесь на Quiz Please стрим, а также на... Хорош, господа. Ну прикольно, ну забавно. Тут, конечно, количество решает. Потому что вот не все помнят какие-то там фильмы, сериалы. Не знают, не все знают просто. Но ограничений на количество участников в Quiz Please онлайн нет. Поэтому мы чуть-чуть объедем, конечно, это правило, но ничего. Нужно же контент нам на YouTube выкладывать, да, YouTube? Поставьте плюсик, напишите комментарий, поставьте лайк. И напишите комментарий, чтобы до этого момента досмотрели. Всем общую петюлю. Опа! Вишневый пирог не ответил на один вопрос. 67 команд. Ну вот, Вишневый пирог, если бы ответил на все, было бы два первых места. Все в телевизоре, Серега. Все там. Да, серьезно? Слушайте, ну это жесткое название для команды. Заметили, господа? Мы тематически выиграем, классику пока нет. Проблема выигрыша в классику в том, что во-первых, сложно получить два балла за угаданное число. А во-вторых, мы, ну, нам еще не удается на все вопросы отвечать. Это действительно так. Ну, я думаю, все впереди. Так, все, гашу. Please, please. Опа! Так, делаю на полный экран. Оп. Нет. Вот. Что дают за первое место? За первое место дают почет и уважение. Больше ничего. Слушайте, команда Квиз Хуиз есть практически в каждом городе. Я не первый раз замечаю. И в онлайне играют. В Астане я как-то видел один раз. Вот. В Астане, когда команда Квиз Хуиз играла, когда кричит ведущий Квиз, они кричат Хуиз. Довольно забавно. Везде есть. Это такое, знаете, не самое оригинальное название, как показала практика. JPEG дают за первое место. Нам пришлют сертификат. Я его опубликую в группу в Телеге. Jushering Live. Подпишитесь. Там все анонсы. Там все обсуждения. Там наши сертификаты. Это самое главное. Только увидел ваш вопрос про игольное. Ага. Так. Хардкор – это классика. Да, хардкор – это в классике. Хардкор – это шестой раунд классического Квиз Плиза. Спасибо за вечер, Тандраган. Ольга, вам спасибо. Многие названия в целом повторяются. Ну да, да. То есть, как правило, какие-то такие общеизвестные каламбурчики, много-много. Бегемотики такие одни. Хотя нет, на самом деле, даже в Квиз Плизе, по-моему, была команда. Там рейтинг бегемотиков больше, имеет больше игр, чем мы по факту сыграли. То есть, кто-то раньше, где-то когда-то играл с таким названием. Пелегрина Оспай. Вам спасибо, что пришли. Приходите еще обязательно. За первое место это проклятие от других команд. Ну, все думают, что мы гуглили. Слушайте, я запостил видос, где мы с вами отгадали писателей. Соответственно, ну, как обычно, на YouTube, TikTok и в Instagram. Везде, Ник Жужелин, подпишитесь. Вот. И в TikTok все такие обсуждают, говорят, а вот, а где же Достоевский? Пишут, молодцы, там, такие умные, все дела. И на YouTube просто каждый коммент. Легко отвечать, когда ты знаешь ответы на вопросы. Легко отвечать на вопросы передачи, которая прошла 30 лет назад. Ну, в таком духе. Вот. Это классика. Классика. Но мы с вами знаем, что мы честны перед собой. Это самое главное. Вот. Я на YouTube все равно всех призываю. Говорю, ребят, приходите к нам на онлайн, посмотрите, как мы там в реальном времени отвечаем. Кстати, вчера в офлайн играли? Нет, мы играли в пятницу. что я играл за другую команду, помочь ей выйти в финал. Вот. Мы, говорю, должны были брать первое место, но вот не ответили на один вопрос. Точнее, ответили неправильно с плюс два и слетели на четвертое. У нас прямо сейчас это, у меня, по крайней мере, проклятие четвертых мест. Последние там три недели у меня стабильное четвертое место и иногда пятое. Вот. Еще из одного какого-то закосяченного вопроса. RJ, спасибо вам большое, что пришли. Хорошего вам вечера. Иконселла, всего доброго вам. Так, Серега, у вас хорошее название команды, но, скорее всего, тоже такое должно быть. Ну, как минимум, прикольно. Вот. Есть такие названия команд, в которых, ну, когда ты их озвучиваешь, там что-то очень неприличное. Ну, вот как Quiz Quiz, например. Так. Ну что, господа? Если хотите что-то обсудить, давайте обсудим. Еще вроде не так много времени. У меня всего час ночи. Призываю вас везде подписаться и приходить на следующей неделе, потому что мы будем играть во что-нибудь еще. Ну, как во что-нибудь еще. Точно будем играть в ЧГК. Я надеюсь. Вот. Ну и посмотрим там с Quiz. Визами в пятницу, скорее всего, не получится. Вот. А насчет субботы подумаем. Ведущий произносит с греческой буквы. Поискал наше ЕХЗ. Вроде не нашел больше. Странно даже. Круто. Но тут, знаете, тут же нужно искать в разных городах. То есть, там рейтинг идет именно на город. И, возможно, в вашем городе нет, а в каком-нибудь другом есть. Ну, в любом случае, ваше название вам нравится и самое главное. Наше спасибо, что пришли. Что там с сериалами? Что там с сериалами? Рассказываю всем эту штуку. Значит, буквально там месяц назад в Инстаграме была такая тема. Значит, там такая картинка и на ней логотипы с названиями разных сериалов. Там, знаете, там сериалов 30-40. И там написано, значит, выбери свои любимые сериалы, при этом ты можешь выбрать только 5. Типа вот, у тебя ограничения, там 40, значит, названий, но ты можешь выбрать только 5 своих любимых. А я смотрю на вот эти все названия и понимаю, что я смотрел где-то сериала 2. Из всех, которые там написаны. В общем, что я смотрел? Я смотрел Lost Остаться в живых. Я смотрел этот побег. Он абсолютно торшаковый, но я давился и смотрел. Но это было там, знаете, когда еще в школе учился. Мы смотрели Госпожа Морской Доход и Настоящий Детектив первые 2 сезона. И прям такое себе. Я смотрел игру Кармара. И это неплохо. Вот. Я смотрел. Слушайте, ну, солдаты я посмотрел ну, там, наверное, 70% сезонов. Папапара, парапапап. Но это тоже все в школе в основном. То есть, какие-то там солдаты эти шли еще там 15 лет и там у них, знаете, дембель за дембелем новые все герои. я уже в какой-то момент бросил. Но первые сезона в 10, наверное, солдатов я посмотрел. Да, меня заходят фанаты сериала, потому что я не фанат сериала. Вот. Санта-Барбара. Ну, слушайте, с бабушкой я, наверное, что-то смотрел тоже, да. Но не так, знаете, типа от и до. Лост мне очень понравился. Лост в какой-то момент скатился, а потом стал опять ничего. Вот. Я за что не люблю сериалы, за то, что у меня вот память такая, как вы видите, я не могу смотреть одну серию раз в неделю, потому что через неделю я забываю, что было в прошлой серии. Я смотрю очень эмоционально, то есть я вот, знаете, прямо вот так вот на восприятие. И через неделю я уже все забываю, что там было. Все эти детали мимо меня проходят. Вот. И поэтому, да, вот этот сериальный формат меня, конечно, очень сильно выбивает. Вот. Можно смотреть сериалы, когда он вышел полностью и ты такой разом, по 10 серий за раз и нормально. еще я смотрел слово пацана. И слово пацана очень крутой сериал. Но это не сериал, это, так сказать, многосерийный фильм. Несколько серийный. Я не знаю, как это там точно называется. Вот. Он действительно неплохой. Меня дико бесит, что каждый Крис Плис тебя спрашивает про слово пацана. И, в общем, ну, вот эта вот вся пошлая массово-культурная вот эта обертка, она так чуть-чуть подвешивает. Но он действительно очень неплохой. Так, значит, поп-поп-поп-поп. Кстати, забавно, в другой диститутальной игре задавали вопрос про сердце. Вопросе было мясо и колесо, а в ответе было колесо-серсо. Ух ты, это хорошо, это хорошо. У нас команда уже второй год шапочка-монаха. Это тоже неплохо. Так, Кармелита One Love. Кармелита не смотрел. Книга вышла. Так, вышла книга. Почему? Атика-атика, не знающего. Спасибо за стрим. До новых встреч, господин Григорий. Спасибо вам. Увидимся обязательно. Пес-шедевр. Гнездилов-легенда. Вообще, не понимаю, ни пес, ни гнездилов. Я вообще просто... То есть, мне всегда в команду нужен человек, который смотрит эти фильмы по комиксам и сериалы, потому что вот вообще не моя тема. Вот. Я могу что-то такое ответить по фильмам более классическим. Но вот комиксы нет и сериалы нет. По слову пацана, книга. А, книга вышла по слову пацана. Типа художественное произведение. Так, если нравится детективный сериал, я смотрел один детективный сериал, это настоящий детектив. Мне он не понравился. Вот. Но в целом детективы клево. Детективы, наверное, прикольно. То есть, я не говорю, что сериалы, это плохо. Просто вот мне сложно их смотреть и когда-нибудь я соберусь, но посмотрю, каким-то там, вот, Breaking Bad, да, там, все говорят, что это просто там лучший сериал ever. Вот. Я, скорее всего, а, я смотрел первый сезон «Васелена колец» еще. Вот что, вот что. Жду второй. Так, я два сезона предпоследней инстанции посмотрел, третий не могу пока оселить. Полудокументальная, полудокументальная книга послал пацана у меня есть, но не читал еще. Да, мини-сериалы это прикольно. Ну, вот, типа, как игра в кальмары, да? Спасибо Netflix, что он потворствует нашему клиповому сознанию и сокращает вот эти вот тридцати эпизодные сезоны до восьми серий, которые он разом выдает, говорит, ребята, смотрите. Ну, прикольно. Есть, а, российский побег, да, слушайте, этот, я видел рекламу где-то, ну, вот так вот, крайне глаза, но это, конечно, кринж. Вот, оригинальный побег это кринж, то есть там первый сезон прикольно, дальше начинается пугар. Я, когда смотрел этот сериал, там, меня вот очень сильно зацепило, что из-за того, что они освобождают этого Майкла Скофилда, я даже фамилию помню, то есть они его освободили, и пока они его спасают, там постоянно умирают люди, просто постоянно, каждую серию. И я, у меня был интерес, почему я досматривал этот сериал, я подсчитывал, сколько людей умирает из-за того, там, причем, очень много невиновных совершенно, вот, сколько людей умирает из-за того, что они его освободили. И там у меня счет пошел, ну, там, второй десяток, там, 147 было, что-то такое, короче, просто катастрофически много. Вот, и это был такой очень экзистенциальный вопрос, типа, стоило ли его вообще освобождать, потому что из-за него началась ваканалия. Вот, по-моему, 140 с копейками. Я могу ошибаться, но там точно за сходку перевалило. В российском побеге зэк такой дрищ, что там карты еле, как нечаянство. Вы смотрели, да? Так, Игры престолов надо посмотреть. Тоже надо. Согласен, да, там говорят, что последний сезон вроде не очень, но все-таки это сериал, так сказать, перевернувший представление о сериалах. Ровно как было и с Lost, да, Lost это же тоже просто совершенно новая веха в сериалах. Делание. Так, вам надо посмотреть в Венздеи. Это мне господин Тондороган рекомендовал. Вот, но я всем говорю, круто обязательно и не смотрю. Не знаю, слушайте, я вот, вот сложно мне, сложно. А, игру престолов смотреть и считать, сколько там умерло. Да, там вообще, конечно. Но тут просто смысл в том, что именно из-за того, что они его освободили, то есть это, но есть такое начало ветки событий. Вот, и все, там пошло, просто поехало. Для квизов придется смотреть сериалы и выучить всю математику. Так, значит, для квизов нужно найти человека, который посмотрел все сериалы и найти человека, который выучил всю математику. Вот. Бойцовский клуб, конечно. Нет, слушайте, ну, классики, топ-200 АМДБ, скажем так, я, ну, там практически весь посмотрел. мне бойцовский клуб, я и книгу читал, это классно. Метод мне понравился. Это российский сериал, насколько я помню. с Хабьенским там все дела. Я думаю, что это хорошие фильмы, вот, но не знаю, когда их смотреть. Понимаете, у меня столько фильмов в списке, которые мне надо посмотреть, и я что-то все никак. Так, пошел дверь спичавский, пошел. Так, как это у нас работает? Так, заблокировать. Вот стоило заговорить о сериалах и началось, понимаете, что за... Я первую серию Бендри посмотрел и бросил. Для квиз-плиза никогда не угадаешь, какие знания из твоей жизни пригодятся. Понимаете, квиз-плиз я выучил математику, но задачу надо минут 10-20. Да, надо не только быстро решать, точнее, не только решать, но и быстро решать. Значит, в квиз-плизе, ну, как опять показывает опыт, а он у меня сильно небольшой, я в квиз-плиз сыграл игр, 40-50. Мы начали играть в квиз-плиз еженедельно, один раз в неделю, стабильно, иногда там два раза в неделю, где-то с прошлой весны. Вот, до этого я только что, где-когда, время от времени посматривал. Мы играли в квизы до этого раз пять, ну, знаете, так чисто эпизодически, там, друзья звали, или мы там случайно собирались. Вот, но вот так вот, чтобы стабильно, значит, начали играть год назад. И вот за этот год я понял, что в принципе все вопросы квиз-плизы можно неплохо систематизировать не только по механикам, но и по тематикам, и даже там по каким-то конкретным фактам. То есть, очень часто бывает, что тебя спрашивают, я не знаю, во, блин, опять спойлеры про полуфинал, не буду говорить. Сейчас я вспомню что-нибудь другое. Ну, просто, знаете, вопрос про что-то. И вот про это что-то тебя спрашивают, ну, каждую там четвертую, пятую игру в каком-то, может быть, другом формате, с другой стороны. Про ртуть там постоянно спрашивают. Постоянно спрашивают про усы, лесы, часы, песочные часы, стрелки часов, швейцарский нож, вот это вот все. Там, типа, назовите ответ из двух букв, и там будет швейцарский нож с вероятностью 90%, ну, и 10% там на что-нибудь еще. Так. Да, да, морская дохода. Я не успел прочитать ваше сообщение, но вы все очень верно отметили. У нас Кэп математический гений. Еще вопрос не дочитали, а он уже все решил в уме. Это очень круто. Вот респект таким Кэпом. Я очень редко, я вообще не решаю математику, там есть специальные люди, вот, но когда этих специальных людей по какой-то причине нет, иногда приходится и что-то, ну, я там за свою жизнь там три задачи на плюс два решил и было правильно. И я такой, типа, нихера себе. Не знаю, что отвечать, пиши Пушкин. Это тоже так и есть. Так, почему я решил стримить ЧГК и Квизы? Евгений спрашивает. Почему я решил? Потому что мы с морской доход сейчас немножко отдалены и мы любим ЧГК. И мы думали, как нам бы вместе это играть. вот, совместно. И, а еще я выиграл, я рассказывал недавно, на квизе Яндекса, была конференция Яндекса, Яндекс.Реклама, и там был квиз о Яндекс.Рекламе. Вот, а я чуть-чуть шарю. Вот, это моя основная деятельность, скажем так. Вот, и я на этом квизе выиграл вот эту замечательную цветную лампочку, которая сзади меня. Вот, и в общем так сошлось, что нам нужно было стримить, не стримить, как-то вместе играть ЧГК, потому что мы любим это дело. Вот, а еще у меня лампочка. Я думаю, ну что, на Твиче надо тогда постримить? Я просто время от времени поглядываю записи с Твича в удуша, кто знает, ну, кто на Твиче бывает, тот знает, конечно. Вот, и, ну, я всегда респектовал ему за то, какой он трудолюбивый, как он херачит все эти стримы. Вот, я подумал, ну, Твич, платформа хорошая, можно ЧГК стримить, можно вместе играть. Ну, я запустил ЧГК с морской доходой поиграть, а к нам пришел сразу через 10 минут чувак с Твича и начал с нами играть. У нас было уже трое, это было в ноябре вот прошлого года или в октябре, ну, где-то вот там. Ну, и мы такие, типа, ну, клево, давайте играть, потом еще народ подтянулся, еще подтянулся, а потом я такой думаю, мы так клево ответили на вопрос, а надо его нарезать в короткие видосики. Я нарезал, отправил, и там, типа, 10 тысяч просмотров, такой, нифига себе, и народ такой на стримы пришел, думаю, ну, ладно, мне нравится, всем нравится, время классно проводим, давайте. Вот, то есть я никогда не думал, что у меня там мечта стать стримером, вот, и в общем, у меня, знаете, только мечта, я смотрю на Будуша, который играет в покер на этом, в Сочи, вот, и я такой думаю, блин, я бы тоже поиграл бы в покер, вот, но чтобы меня пригласили поиграть в покер, мне нужно онлайн иметь несколько тысяч, вот, но это такая, знаете, не то, что мечта, но было бы прикольное, ну, окей, ладно, мечта, пускай это будет как мечта, вот, но это не то, что почему я там, знаете, буду стремиться во что бы то ни стало, я вот стримлю просто, потому что прикольно, вот, вам нравится, мне нравится, кризы люблю, ЧКК люблю, почему бы нам вместе не попрактиковаться, еще для меня это очень крутая практика, я как капитан команды просто тренируюсь, вы версии даете, вы даете много версий, надо выбрать, надо решить, надо отсечь, и для меня это тоже очень крутая тренировка, так, читаем дальше, попопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопоп я вот когда но тоже думала постримить мне это или нет я погуглил стримеров на эту тему в твиче поискал и как оказалось но довольно эпизодически кто-то где-то что-то играет но вот чтобы такого постоянного нету либо я не нашел вот но опять же даже если бы кто-то был но у меня быть не остановил у меня нету цели быть там единственным и неповторимым у меня цель просто сами время хорошо проводить и у нас получается так у нас в ответе было два слова напарные согласны и мы ответили до эстетической инфрации так мечта сбылась так значит ольга писала про тот сайт где чемпионат мира в израиле но что-то там а где там был чемпионат мира метод телеги пишут а если от мира 2009-2010 обрезанный в конце в общем но обрезанные в каком смысле что там вопросов вопрос какие-то обрезанные или просто концовка есть еще поиграем а может еще как-нибудь свою игру не своей игрой тоже есть свои игра это чисто на точное знание эсэм 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 это что своя игра жестко это слишком специфические знания так просто видел в тег токи нарезки с вопросом про 4 писатель решил посмотреть так как сам всегда времени играющий к супер господин дмитрий буквально шкина на днях позавчера ли вчера час вчера я запустил вчера запустил лучшего вопроса нет а ну так господи тут вообще не проблема дмитрий классно что так быстро дошли и с с вами весь стрим провели здорово прям очень красота четверг играли кто хочет стать а выхать миллионером слушайте но не знаю кто хочет стать миллионером может еще поинтереснее вот но своя игра прямо это сложно это а вот это вот политики за 500 карл 5 там и вот но это это очень сложно у меня нету как вы успели заметить таких знаете глубоких детальных знаний я больше раскручиваю вопроса вот у меня не очень хорошая память и я не очень усидчивый поэтому вот этих всех какие-то факты какие-то там не знаю правители вот для меня это очень тяжело вот и на вид наверное чату это будет тоже сложно по любому найдутся люди которые шарят вот но наверное это будет не очень смотрибельно а кто хочет стать миллионером он наверное в этом плане более подходит потому что он такой ну как шоу там 4 лет ответ есть но там тоже там тоже очень много таких специфических вопросов где-то просто пальцем в него на самом деле сегей со зрителями сегей тема сам пили вопросы для игр с корешами что такое сегей я не знаю о крис-прессе формате ли игры да у них есть такая тематическая игра время от времени но будет возможность посмотрим боюсь этот что такое сегей в детском играете своей играть и на каждую тему по 5 вопросов и гейм это своя игра наверное наверное но мы точно с вами будем смотреть я надеюсь как раз будет нормальный часовой пояс уже у меня получше посмотрим чека к в онлайне прямо вот новый сезон кстати господа я не успел увидеть я видел в этом где-то переписывались и обсуждали когда в итоге человека ты будет ближайший сегейм это есть своя игра были бы лютая вы лютая кубок вызова пассе прикольно было бы тогда еще очень ух а я время от времени тоже в детстве посматривал свою игру но знаете вот чисто как энциклопедию почитать потому что ну очень сложно не знаю может я просто 1000 лет не смотрел может я что-то там сейчас смогу отвечать но вот я сомневаюсь своих знаниях вот этих глубоких свою игру стримит многие нифига слушайте я видел стримит формат своей игры когда кто-то проводит вот я там ну чуть-чуть так не то что прямо слежу и даже не поглядываю просто знаю что есть стример дина блин у которой много вот таких вот интеллектуальных игр которые она проводит между другими стримерами там соответственно адаптированные вопросы и все такое вот но опять же оригинальную свою игру что-то тяжело мне кажется будет либо 24 либо 31 марта очень скоро я туда только мем помню какой мем делом нет блин довольно много было что-то я ни один не могу вспомнить про свою игру а я играл brain ring в школе один раз потому что это был единственный раз когда кто-то где-то как-то организовал brain ring и там нужно было лампочку зажигать чтобы дать ответ насколько я помню мы играли против какой-то другой школы и я там где-то закосячил я лампочку нажал раньше времени потому что я знаю правильный ответ оказалось что я не знал правильный ответ и чё-то мы там не ответили проиграли это все что я помню про brain ring в школе смотрел умники умницы офигевал сейчас есть такая слушайте по моему как-то ее где-то восстановили умники умницы в каком-то формате она мне кажется идет у нас там надо кнопки нажимать умники умницы я тоже посматривал редко но потому что там рано не шли по моему а еще вот этот вот с этими с тремя дорожками которые нужно выбрать как она называется господи по первому каналу с этим не мощным мужиком в общем меня это всегда очень впечатляло как люди знают такие факты но это просто садишься и вот а у меня с чтением тяжеловато вот я прямо вот не очень сечевый умники умницы точно господи все погодите а чем я спутал я спутал скандалаки как как называется самым его все сошлось у меня я видите чуть-чуть попутал бюджетные места мне мой никогда не денутся все я я самому перепутал так но в любом случае господа предлагаете варианты пишите их в телеге ну прям он не только что это при за играете человека но будем развиваться просто народу все больше и больше и мы уже выносим вот эти вот кризы где многое название да вот кино и музыка если мы еще раз соберемся в количестве 70 там с копейками человек но обязательно там будет кто-то кто смотрел вот и скорее всего да если это будет 100 вот я я пока не знаю что делать когда у нас будет еще больше но опять же даже если нас будет много но будем выигрывать квиз-плизе но прикольно же мы же развлекаемся мы же не на деньги играем и ни у кого не отбираем какие-то победы так я смотрю а у нее там 350 человек онлайн ее смотрят и там чё такой тип ну вот это вот вот это уровень не то что мы тут с вами возраст рост жарахова отгадываем белозеров да я недавно смотрел на резочку с белозеровом где он отвечает на все вопросы пакета правильно он такой прям 20 вопросов по моему причем там самое угарное что кандалаки тараторит непонятно да она просто игроки они не слушают кандалаки они сразу читают вопрос и отвечают и это происходит еще быстрее чем кандалаки дочитывают и это становится но очень таким знаете плохо смотрибельным потому что ты просто смотришь как чувак просто называет слова ты не успеваешь вникнуть в вопрос тебя просто вот это кандалаки и чувак просто называет какие-то слова вот и есть некий вопрос да насколько вообще это интересно смотреть а почему почему я не смотрю брейнлинг и зря почему я не смотрю и почему вы знаете что вы знаете обо мне я просто не смотрю я вообще почти ничего не смотрю я смотрю youtube и в общем нет 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 проекта так дмитрий доброго ночи спасибо что пришли так быстро буквально со вчерашнего поста будем закругляться уже потихоньку тебя заговариваться зрители просто в туалете сидят и помогать разгадать ну да у трима на тик токе есть своя специфика вот я думаю я когда-нибудь тоже попробую но там еще нужно количество подписчиков иметь определенное чтобы стрим начать я пока еще не могу хотя у меня уже там 580 подписчиков а тик ток я создал ровно когда я начал короткие видосы с наших игр постить вот хотя мне попался канал в тик токе который тупо нарезает вопросы и обсуждение и ответа с чгк вот ну просто полностью вопрос вот вырезается и без обработки загружается и там кто-то значит постит этот контент в среднем там по 1-2 вопроса в день с 31 декабря и у него там что-то тысяч 10 а то 19 а то 19 тысяч подписчиков вот но у нас с вами другой формат мы играем как бы просто нарезать чгкшные вопросы но наверное нет смысла хватит на меня кричать кандулоки белозер если на россии 1 игра 5 равна 1 аналог чгк чгк для звезд аналог сток одному кстати сток одному я очень люблю вот в детстве очень много смотрел но просто прикольный вот и есть квизы квизы формата сток одному точно есть у квиз-плиз а не помню как он называется но это тоже тематическая типа игра вот и один раз мы на мозгобойне играли формат он называется там адская а адской сотни вам называется квиз-плиз либо я что-то выдумываю очень мозгобойне мы тоже играли и это забавно но сложно 300 к одному точно мы там просто с треском проиграли а это квиз-плиз не помню когда мозгобойне как мозгобойне называлась в смысле ровно такой же в общем мы с треском проиграли и утешали себя тем что мы мыслим не так как все вот но это тоже такой формат которому нужно просто чуть-чуть адаптироваться есть смысл нарезать особенно старый на ютубе есть нарезки 8 выпусков очень даже отлично 8 выпусков чего ну просто нарезать чпк но не знаю может какие-нибудь вопросы которым не понравится эти но нету времени и большого желания сидеть и вот тупо нарезать вот эти видос а здесь на ряд нарезок по 10 вопросов а нифига себе но это да это формат такое уже типа как крис-плиз холл да нарезан наверное из разных игр еще но не знаю я не уверен что у меня большое есть желание вот этим всем заниматься вот это как бы сказать не моя основная деятельность вот и наверное да или чисто хобби и так я офигеваю тех десятков людей которые приходят вот и просто с ума схожу вот пока мне этого хватит и так такой выпуск 15 минут начало для подумать и конце с ответами круто если одного задается вопрос на 4 минуты и подсказки картинки как вы шарите за телевизионные программы я уважаю уважаю что господа давайте потихонечку закругляться три выходных хорошо провели поиграешь игрока в четверг сегодня вынесли просто крис-плиз на 100 процентов классно классно так не вижу смысла черепа резать зайдите золотую коллекцию и смотрите но да там нет это это смысл что его нарезает короткий видос и и постит на тикток да привлекает тем самым аудиторию ну просто вот нарезает вопросы один за одним из разных игр но но это очень круто сработало потому что человек получил там несколько тысяч подписчиков с 31 декабря просто на неоригинальном контенте тупо вот нарезая вот но другой вопрос с этими подписчиками делать до ночью и чего вот нарезал но ток стрима ставится вести вот но стрима и увидим мы так что все обед без шансов господин серёга доброго ночи все господа давайте потихонечку закругляться значит желаю вам хорошей рабочей недели жду вас в следующий викинг точно не знаю когда будут игры в воскресенье я думаю мы точно чего проведем но опять же вот точно не могу пока сказать пишите на телегу на группу в телеге жужели лайк на все анонсы там я как решу как узнаю там по графику так всех и про информирую все господа доброй вам ночи и увидимся на новой неделе от этого